Приветствую вас, на мой взгляд, ситуация здесь заключается в следующем. Вы, значит, встречаетесь уже больше года. Сказать честно, срок этот достаточно, ну, такой ощутимый, да, срок. То есть, всё-таки, больше года, это не пару месяцев. И вполне вероятно, что девушка к вам уже привыкла немного. А может быть, даже и не немного привыкла, а достаточно сильно привыкла. То есть, понимаете, какая история. И если девушка привыкла к вам, действительно, по-настоящему, если она привыкла, то она понимает и чувствует, что от неё что-то требуется. Она понимает и чувствует, что от неё что-то нужно. То есть, она чувствует, что у неё есть какие-то обязательства перед вами. Ну, например, да, обязательства. И, соответственно, эти обязательства, девушка чувствует, что ей нужно выполнять эти обязательства. Но по какой-то причине, по какой-то причине, эти обязательства для неё стали тяжело. То есть, слишком сложно ей стало отдавать. слишком сложно ей стало давать то, что она считает нужным, нужным. Вот. И, соответственно, она чувствует давление на себя, ну вот, со стороны, опять же, ну, опять же, со стороны, эм, своих, как бы, постановок, вот. И отсюда её тяготение, что-то она, вероятно, просто не чувствует, что, эм, может дать вам, эм, то, чего вы, по её мнению, хотите. Вот. Ну, и, эм, соответственно, эм, из-за этого она отдаляется. Так вот, по крайней мере, мне видится эта ситуация. То есть, девочку стали тяготить эмоции, ээ, что, ну, от неё требовалось больше, 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 больше. Конечно, эээ, возможно, эээ, иная ситуация, при, эээ, которой у девочки, эээ, могли просто пропасть эээ, чувства. Эээ, это, в общем, в общем и целом, эээ, тоже вполне возможно, возможно. Но, видите, девочка говорит, что, эээ, не хочет, эээ, с вами расставаться. Эээ, расставаться. И, потому, я думаю, эээ, именно, именно потому, что она не хочет с вами расставаться, что чувства у неё всё же есть. По крайней мере, эээ, нет причин говорить о том, что, именно, именно её чувства, да, ушли. Эээ, ну, по крайней мере, все. Но ей тяжело. И, ей тяжело, и она не справляется. Если я прав, эээ, то, в данной, данной ситуации, лучшее, что вы можете сделать, это, эээ, немножечко отдалиться от неё, эээ, немножечко отдалиться от девушки, эээ, позволить ей быть с тобой, эээ, позволить ей быть более, может быть, свободной от того, что она делает, эээ, вот. И, соответственно, эээ, чтобы она почувствовала себя, ну, более непринусённым. Я так думаю. вот это, ну, может быть, предложить ей инициативу, эээ, в отношениях, ну, какое-то время. То есть, сказать ей, что, эээ, типа, ты пока что, эээ, сама, эээ, сама выбирай, сама, эээ, решай. Эээ, когда мы с тобой, там, будем встречаться, например, да, проводить время вместе, ну, и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что это самое правильное решение. Ну, вот именно сейчас, на данный момент, эээ, пока у неё такой период. Это первое. Значит, второе. Вы говорите, что вот последнее время, да, последний месяц, вы говорите, она сильно изменилась. Понимаете, эээ, изменения, если они происходят, они не происходят сами по себе, на самом деле. То есть, если изменения есть, значит, что-то, эээ, их, скажем так, повлекло. Что-то повлекло эти изменения. И это что-то вы, к сожалению, эээ, не знаете. То есть, вы не знаете, что повлекло, эээ, ну, что повлекло изменения. Вы не знаете, что, что привело к тому, что ваша девушка стала, ну, вот такой, да, что она стала вести себя так. Так. Это значит, что нужно, как можно подробнее узнать, как можно подробнее рассмотреть, что с вашей девушкой, грубо говоря, происходило. Вот. Ну, вот, как раз за последнее время. Может быть, вы, эээ, узнаете что-то такое, эээ, что прольёт некий свет на... причину её, такого поведения. И вы сами, сами для, для себя, эээ, увидите, что можно, именно вам, в этой конкретной ситуации сделать. То есть, как вы можете, эээ, помочь, эээ, своей, эээ, девушке, как вы можете, эээ, помочь ей, и, и, ей, ну, вот, в её, ээээ, проблемах, в её, трудностях, которые у неё сейчас есть. И, вот, для этого можно, в принципе, эээ, либо поработать, эээ, с психологом, да, то есть, ну, просто, эээ, рассмотреть, эээ, обстоятельства. Как правило, эээ, психолог может, эээ, вместе с вами, да, эээ, найти вот эту вот первоначальную проблему, и, соответ, соответственно, эээ, найдя эту первоначальную проблему, вы сможете её решить. Вот, ну, можете и, в общем, в общем-то, сами, эээ, посмотреть, посмотреть, поанализировать, эээ, что у вас происходил и почему. И, соответственно, уже, исходя из этого, можно будет, эээ, что-то, что-то делать. Да, исходя из этого, всё, можно будет, эээ, какие-то действия предпринимать. Дальше, эээ, так, значит, вот вы говорите, что вы не хотите думать о расставании с ней. Ээээ, казалось бы, да, это мелочь. Ну, в плане того, что вы об этом написали вообще скользь, эээ, совсем, и, в общем-то, эээ, совершенно, ну, не бросается в глаза то, что вы написали. Но то, что вы не хотите думать о расставании, то, что вы не готовы девочку отпустить, даже если видите, что ей, эээ, в общем-то, ээээ, как-то, ээээ, тяжело с вами находиться вместе. Ээээ, наводит на определённые мысли, да, а, ну, не подавляете ли вы свою девочку, да, не, ээээ, не подавляете ли вы её, как бы, вот, ээээ, ну, своим поведением, ээээ, своими поступками какими-то, и так далее. Ээээ, не подавляете ли вы её этим, вот. На мой взгляд, это очень важный, важный момент, потому что, ээээ, если, если вы действительно девочку подавляете, то вот, вот вам, собственно, и, ээээ, причина, по которой она, ээээ, ведёт себя так. То есть она чувствует, что вы, ээээ, нуждаетесь в ней очень сильно, и ей не нравится, и ей не нравится то, что, ээээ, вы в ней нуждаетесь так сильно. Это её пугает, ну, потому что она не готова, эээ, что, ну, не готова, эээ, может быть, брать на себя ответственность такую, может быть, что-то ещё, ну, просто не готова. И надо сказать, что это, в общем-то, нормальное поведение, ээээ, здесь, для девушки. Но, тем не менее, вам, ээээ, нужно просто дать ей свободу. То есть попробуйте, для начала, просто схитрить, немножко. То есть, ей скажите, скажите, что я готов расстаться, вот, ну, то есть я тебя очень люблю, но я вижу, что... Тебе плохо, я вижу, что ты мучаешься, что ты страдаешься, я не хочу этого. Вот, поэтому, если что, я готов тебя отпустить, но вот только, эээ, скажи мне. Да, то есть скажи, если ты, эээ, соберёшься со мной расставаться. Вот, то есть хитрите, дайте девушку, девушке свободу. Может быть, она воспользуется этим, может быть, нет. То есть это... знает только она, ну, вот. Но, тем не менее, тем не менее. Здесь лучше, на самом деле, хватку ослабить, да, а не продолжать эту саму, эту самую хватку затягивать. А, затягивать всё сильнее и сильнее. Потому что с этим вы девушку оттолкнёте. Вот, вы говорите, что всё было просто идеально больше года. Ну, понимаете, я верю в то, что вы считаете, что всё было идеально, но... Мой опыт говорит о том, что всё идеально бывает довольно редко. Всё идеально бывает довольно редко. Как правило, один, только один партнёр считает, что всё хорошо. Только один партнёр считает, что всё идеально. Понимаете? Только один партнёр. А партнёр другой может быть другого мнения. И вот эта такая, знаете, немножечко парадоксальная история часто приводит к недопониманию. Между партнёрами, между любовниками, между супругами, между мужчиной и женщиной. Вот, и в результате возникает трудность. Поэтому я бы предложил проанализировать всё-таки вот, что было за год. То есть, как вы себя вели в течение этого года. Что вы делали, ну опять же, в течение этого года. Как вы поступали в течение этого года. Значит, какую модель своего поведения вы выбрали, выбирали, точнее, в течение этого года. Ну и так далее. То есть, нужен детальный анализ того, что происходило за год. Потому что если чувства у человека исчезают, если чувства исчезают, если чувства проходят, то у этого всегда, всегда есть причина. Понимаете? Вот. Поэтому я полагаю, что то, что вы вот эту причину не видите, это не означает, что этой причины на самом деле нет. Вот. Я рекомендую вам, как следует подумать, ну, поразмыслить, да, поразмыслить над тем, значит, значит, что происходило. Потому что, ну, знание — это сила. И если вы будете во всяк во всеоружии, если вы будете знать, что происходит, если вы будете понимать, да, какие обстоятельства могли сделать, вот, ну, с вашей девушкой то, что произошло, то я полагаю, вы исправите ситуацию. В этой ситуации сможете быть более чувственным по отношению к, ну, к ней, вот, к девушке, я имею в виду. И, соответственно, это убережет вас от совершения ошибок в дальнейшем. И отношения вы убережете. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!